Возражение Откуда они берутся, как научиться отвечать на них правильно и эффективно, почему стоит относиться к возражениям положительно и как провести следующий разговор без них. Подойдем к этой теме просто и практично, на основе примеров. Откуда берутся возражения? А начнем мы со знакомой многим из нас ситуации. Мы проводим рандеву с гостем, представляем возможности бизнеса, продукт компании. Нам кажется, что все идет как по маслу, но вдруг мы слышим «Это дорого» или «А что, это пирамида?» Подобные вопросы могут стать поводом для паники и породить в умах многих новичков хаос и сомнения. «Что это? Я что-то не так сказал? А может, этот человек прав?» Прежде чем разобраться с этой ситуацией, мы зададим вам несколько вопросов. Когда вы кому-либо помогаете, часто ли вы сталкиваетесь при этом с возражением или отказом от помощи? Очевидно, нет. Напротив, люди благодарны вам за вашу помощь. Если ваша компания постоянно пополняется новыми клиентами и бизнес-партнерами, является ли это фактом ее непопулярности и тем, что этот бизнес никого не интересует? Или в этом стоит сомневаться? Нет сомнений, вы рады тому, что ваша компания успешна, что число ваших единомышленников растет. Это еще раз подтверждает, что вы не ошиблись, выбрав именно эту компанию. Если люди снова и снова покупают продукты вашей компании, говорит ли это о дороговизне этих продуктов? Скорее всего, нет. Это говорит об их высоком качестве. Люди голосуют за этот продукт своим кошельком. Итак, в сфере вашего бизнеса люди зарабатывают все больше и больше. Компания растет. Ее стабильность говорит сама за себя. И согласитесь, приглашая в такой надежный и перспективный бизнес нового человека, вы тем самым оказываете ему помощь по многим параметрам. Даете возможность улучшить его финансовое положение, пользоваться высококачественным продуктом, реализовать себя как яркую личность и лидера. Неужели разумно от такой помощи отказываться? Но вопросы возражения вашего собеседника все-таки прозвучали. Значит, проблема не в компании и не в продукте. А в чем же? Вопрос притянут нашим сомнениям. Хотите узнать первую возможную причину возражений? Этой причиной можете стать вы сами. Как ни парадоксально это звучит, но сомнение у вашего гостя может появиться от того, что это вы не уверены в компании или продукте. И ваш собеседник даже против вашей воли чувствует это. Для многих это прозвучит неожиданно. Однако возникновение возражений может базироваться на нашей собственной неуверенности. И вопросы или возражения могут быть отражением наших личных непроработанных сомнений. Мы притягиваем такие вопросы тем, что есть в нас самих. Если в нас есть сомнения, сомнения будут и в вопросе. Если в нас есть абсолютная уверенность и много позитива, значит к нам притянет других позитивных и уверенных людей. Если нас постоянно гложет сомнения, то мы их будем слышать повсюду. Если в нас самих много неразрешенных вопросов, то мы будем их слышать от людей на каждой встрече. Люди как будто озвучивают вашу собственную неуверенность, делают ее заметной для вас. Когда же на глубоком уровне мы осознаем, что часто проблема кроется в нас самих, то это дает шанс приблизиться к успеху, начав работать над собой. А это уже почти победа. Уж с самим-то собой мы справимся. Возражение – это скрытый вопрос. И страх неудачи. Итак, на любой встрече может возникнуть ситуация, когда вы сталкиваетесь с вопросом или даже несколькими. Обратите внимание, именно с вопросом, а не возражением, потому что по своей сути любое возражение – это скрытый вопрос. Потому что любое восклицание типа «это не для меня» означает по сути страх неудачи. Он сигналит о сомнении собеседника, а также о том, что мы не сумели зарядить его своей уверенностью. Очень часто именно наши сомнения тревожат людей. Именно они вызывают подсознательный страх идти вместе с нами туда, куда мы их приглашаем. И потому люди задают нам вопросы. Это естественно. Они делятся с нами своим страхом, часто очень глубоко запрятанным. Не всякий способен признаться в своих страхах. Очень часто люди маскируют их сомнением, самоуверенностью, высокомерием и даже агрессией. Поэтому не отвечайте агрессии на агрессию. Не отвечайте высокомерием на высокомерие. Не обижайтесь, а постарайтесь понять, какой страх скрывает человек за своим вопросом и поведением. Возможно, так вы сможете узнать, чего боитесь и в чем не уверены сами. Вы когда-нибудь давали себе отчет, почему мы так часто чувствуем негативную реакцию на возражение собеседника? Истинная проблема в том, что в вопросе мы видим отказ, а многие из нас очень боятся отказов. Поэтому советуем научиться относиться к возражениям правильно, не как к отказу, который вас обижает, а как к желанию человека спросить о том, что для него в данный момент действительно важно и интересно, как к возможности помочь человеку избавиться от его страхов, и сомнений. Одна из задач этого урока – научиться распознавать в любом возражении скрытый вопрос и быть готовым спокойно и достойно на него ответить. Кое-что еще о причинах возражений А теперь давайте снова вернемся к той первой встрече, на которую мы пригласили своего гостя. Итак, мы проводим рандеву, рассказываем о бизнесе, о продукте. Нам кажется, что все идет чудесно, но вдруг мы слышим «Ой, это дорого!» Почему у гостя возник на кой вопрос? Как мы уже знаем, он мог стать отражением ваших собственных сомнений. Это первая причина. Вторая возможная причина – вы неправильно подали информацию об особенностях и глубине вашего бизнес-предложения, и потому гость не понимает, в чем заключается предложение, что ему нужно делать. Возможно, вы говорили туманно, запутанно и неопределенно. Значит, стоит серьезно поработать над ясностью и четкостью выражения того, что вы предлагаете. Именно поэтому мы так часто говорим о том, что первые встречи надо проводить вместе со своим вышестоящим партнером, у которого есть опыт и знания. Вам надо наблюдать за ним и у него учиться. Возможно, от того, что информация была нечеткой, гость боится быть обманутым. У большинства людей нет четкого понятия о современном сетевом маркетинге. Кто-то сталкивался с этим бизнесом в далекие 90-е, когда эта индустрия у нас только становилась на ноги, кто-то был втянут в нелегальные финансовые пирамиды. Поэтому гость с подозрением и относится к таким предложениям. Но ведь вы уверены, что сейчас у вас в руках замечательное и легальное деловое предложение. И вы должны постараться донести до гостя эту истину. Вы прекрасно знаете, что если человек в этом бизнесе будет серьезно учиться и работать, будет расти как лидер, то его ежемесячные доходы могут быть и тысяча, и десять тысяч евро. Это реально. Есть еще одна, третья причина возражений, которые часто встречаются у людей, живущих на территории бывшего советского пространства. Это неуверенность в своих силах. Она связана с тем, что в советское время люди во многих вопросах и сферах жизни были лишены самостоятельности. Их пугает самостоятельность. Многие ее панически боятся. Большинство таких людей живут в своеобразной зоне комфорта, хотя жизненный уровень в этой зоне достаточно низок. А ваш разговор зовет их из нее выйти. Это пробуждает страх и возражения, типа «этот бизнес не для меня», «у меня не получится», «у меня маленький круг знакомых» и тому подобное. А на самом деле за этим кроется неуверенность в своих силах. Таким людям нужно подарить уверенность, показать продуманную систему продвижения вверх, возможности эффективного обучения. Таким образом, многие вопросы возражения отпадут сами собой. Что еще нужно иметь в виду? Имейте в виду, что могут быть и вопросы со скрытым подвохом. Кто-то что-то слышал о вашей компании и хочет получить доказательство, так ли это. Учитесь отличать истинный интерес к вашему делу от бессмысленного перемалывания воздуха. Если вы чувствуете, что собеседник несерьезен, прекращайте разговор и завершайте встречу. Возражение – это своего рода шанс понять истинный интерес гостя. Ни в коем случае не ускользайте от него. Как избавиться от возражений? А теперь поговорим о том, как избавиться от возражений. Сначала, как избавиться от такого типа возражений, которые вызваны нашими сомнениями. Совет номер один. Задайте самому себе все возможные вопросы возражения и в противовес им создайте позитивные и четкие убеждения. Если вы поработаете со всеми своими сомнениями правильно, то итогом такой проработки станут слова, которые вы сможете сказать себе с убеждением. Вот эти слова. Я верю в себя. Я верю в мой бизнес. Я верю в продукт. Мне легко говорить об этом с друзьями. Я уверен, что предлагаемая мной возможность принесет только хорошее. Я не беспокоюсь о том, что скажут обо мне друзья и знакомые. Я легко реагирую на отказы. Мой бизнес очень надежен. Я успешен. Я с легкостью расскажу каждому о тех уникальных возможностях, которые дает мой бизнес. Задав самому себе все возможные вопросы возражения и ответив на них максимально правильно и искренне, вы не дадите собеседнику повода задать подобный вопрос вам. Совет номер два. Практика, практика и практика. А также анализ сделанного, работа над ошибками. Тогда состояние вашего духа, когда вы уверены в том, что делаете и говорите, позволит вам проводить встречу без единого возражения со стороны гостя. Если при завершении этой темы уроков у вас самих не останется никаких сомнений и каких-либо возражений, то мы достигнем наилучшего результата. Потому что урок создан в первую очередь для того человека, который сидит за вашим столом, перед вашим компьютером на вашем стуле. А это вы, не так ли?